Доброе утро, наши дорогие подписчики! Сегодня следующее воскресное чтиво, поэтому заваривайте себе чайок. У меня вот с имбирем, например, черный. А у меня? У тебя? Ну, тут плавает лимон. Ну, это только обманка, потому что там не лимон, и поэтому я не болею, а Денису бы не мешало бы добавлять. Да, наверное, стоило бы сюда коньячку еще добавить, но... Да, и говорить мы сегодня будем о очень приятной и хорошей теме, потому что Денису есть чем с вами поделиться. Ну, как бы, да, вот закончился очередной заход конкурса «Зарисовка Мини», о котором мы рассказывали в одном из выпусков предыдущих, и я на нем занял пятое место, что меня очень даже порадовало. Да, поэтому давайте поздравим Дениса в комментариях. Спасибо. И что ты написал на нашу прочитать, чтобы наши зрители... Ну, я написал рассказ, который называется «Воскресный обед во время катастрофы», и он был посвящен непростым семейным отношениям и тому, что люди в отношениях говорят одно, а на самом деле подразумевают другое. И всем было бы проще, если бы люди общались между собой именно вот, как они реально думают, а не как они там это все в слова свои заключают. Я вообще, слушай, считаю, что если бы люди говорили больше правды и меньше пиздец, то было бы все всем легче, лучше. Это точно, потому что ложь очень все усложняет. Ну, даже не то, что ложь, там просто какие-то свои иллюзии, там странные представления жизни, завышенные ожидания. Вот, об этом я все написал, и, ну, в принципе, зашло, да. Так, скажи, где прочитать? Мы, наверное, там текст не очень большой, реально маленький. Мы прям в описании его весь целиком и бахнем, чтобы вы никуда не ходили, по ссылкам не переходили, все будет в описании. Окей, ну, вот ты занял пятое место. Я тебе и тогда, в прошлый раз задавал вопрос, сейчас задам, ну, и что? Ну, вот похвастался ты у себя в блоге. Ну, уже неплохо, разве нет? Нет, ну, есть альманах литературный, он называется Мюцефея, вот он сейчас начнет выходить, это будет его первый выпуск, и некоторые рассказы из конкурса попадут в печать, но мой не попадет. То есть пятое место не попадет? Нет. Первое попадет гарантированно, остальное отберет редакция, ну, там уже отобрала. Сам процесс очень-очень такой, он обладает огромной отдачей. Мне очень понравилось вот само участие, то, что с умными людьми потусовался, почитал, что они пишут, они почитали, что я написал. Я реально получил удовольствие. А как ты считаешь, первое место заслуживает первое место? Ну, сложно сказать, ну, наверное, да. Ну, о чем там, что там? Победил рассказ, который называется «Дьявол в пакете с пакетами». Это такой, ну, достаточно юмористический рассказ. Не пахнет он юмором. В пакете с пакетами завелся «Дьявол» и начал искушать хозяина этого пакета с пакетами. Ну, такая довольно, знаешь, я скажу, заезженная тема. Ну, в общем, да, но он был оригинально исполнен, это плюс. Ну, тогда поздравляем еще и победителя. Ну, если Денис сказал, что круто, тогда я верю. Денис, скажи, а как тебе в целом вот этот последний конкурс? Как он прошел? О, кстати, очень интересно. Дело в том, что вот в этой вот сетевой литературе, конкурсной, наконец-то стали проходить такие глобальные подвижки в самосознании авторов. То есть, если раньше это, там, скажем, лет пять назад, это была во многом эскапистская тема, то есть, люди писали какие-то выдуманные миры. Сейчас я уже четко вижу, что очень многие авторы пишут на актуальные темы, причем фундаментальные. То есть, там не то, что там президент какой-нибудь страны очень хреновый, а в целом люди начинают поднимать вопросы взаимоотношений в трудовых отношениях, взаимоотношения каких-то сословий в обществе, выхода из каких-то тяжелых обстоятельств жизненных. То есть, ты хочешь сказать, что это уже такие философские трактаты? Ну, не трактаты, нет, наоборот, более практичный смысл стал появляться, даже в достаточно абсурдных, серных вещах я уже вижу мотивы, которые действительно интересны. Но это ли не философия? Ну, до философии, думаю, это еще не совсем доросло, и вообще в целом писательство и философия немного разные. Но больше осмысленности и больше осознанности сейчас в текстах однозначно. И я считаю, что это прям очень хорошо, это огромная победа для всех. Это значит, что литература снова может стать интересной, потому что, наконец-то, писатели снова вспомнили, что нужно говорить на одном языке с их читателями. То есть, ну, это прям вообще отлично, и зарисовка в этом плане прям вот от души порадовала. Слушай, а какой тебе больше всего рассказ понравился? Он называется «Когда он станет старым мой принц». Причем «Мой принц» в скобках. Сложное название, там сложная текстовая форма рассказа. Он как раз о проблеме власти, о том, что пока у тебя власти нет, пока ты принц. То есть, у тебя там могут быть какие-то определенные увлечения, какие-то свои сердечные отношения, ты можешь это все так повернуть, ты, в принципе, себе хозяин. Плюс у тебя еще офигенный бонус. Ты принц, да? На работу как бы на трамвай тебе не ехать. Но как только ты становишься королем, все резко меняется. И даже вот в процессе этого становления у тебя возникают искушения, ты их преодолеваешь. И в конце своего пути, когда ты становишься главным, ты совершенно другой человек. Все вокруг тебя меняется. Независимо от того, хочешь ты этого или нет, мир просто вокруг тебя перестраивается полностью. Выстраивается абсолютно другая система координат, и ты становишься другой, руководствуешься другими принципами, другой моралью. Это просто бомба. Учитывая, что на зарисовке вот этой рассказы не были больше двух с половиной тысяч знаков. Это примерно... Это короткое все. Это примерно пол-обзора смартфона. И вот в пол-обзора смартфона был всунут такой месседж, я просто вообще обалдел. Короче, нам надо ссылки кинуть на победителя, на принца. Мы оставим ссылку просто на конкурс, там кто хочет, тот найдет. А на свой рассказ мы текст положим в описании. И в комментариях. Просто потому, что мы можем. Друзья, спасибо за внимание. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о рассказе Дениса и вообще о других рассказах именно конкретно этого литературного конкурса. Поставьте нам много лайков. Подписываться мы не просим, потому что я уверен, что вы уже подписались. И меня беспокоит один вопрос. Это ложечка в чай. Да, судя по всему, он беспокоит тебя сильно. Напишите, пожалуйста, должна быть ложка в чай или нет. Потому что я... Может, две ложки надо положить. Я не знаю. Да, но это серьезный, концептуальный вообще вопрос. Должна быть ложка в чай или нет. Мне больше интересует, что в твоем чае, помимо ложки. Ну, на этой ноте мы прощаемся. Пока. Не переключайтесь. Ведь вы уже на следующем канале. Субтитры сделал DimaTorzok